Украинские военные упорно держат оборону, несмотря на натиск российских войск. Эти солдаты на окраине Бахмута рассказывают. В последние дни их атакуют с утройной силой. Но пока они держатся. «Всю последнюю неделю враг пытается штурмовать наши передовые позиции. Мы его успешно отбиваем. В пять часов утра враг в количестве до двух отделений выдвинулся в направлении села Спорное. Штурм ещё длится. Как видите, мы только с поля боя. Останавливаем их». Осада Бахмута длится уже почти 10 месяцев. Но ВСУ всё ещё удерживают часть города. Эти кадры из центра Бахмута сняли военные 93-й бригады ВСУ «Холодный яр». Слышны постоянные взрывы. Оставшиеся под украинским контролем районы обстреливают днём и ночью. «Увеличилась концентрация огня в нашем квадрате. Раньше стреляли более рассеянно, потому что площадь была больше. Они тут каждый день летают». Прислушиваясь к направлению вражеских обстрелов, украинское подразделение выходит на задание. На западе Бахмута ещё можно передвигаться от дома к дому. Но в центре город настолько разрушен, что превратился в серую зону, где ни украинским войскам, ни российским невозможно закрепиться. Всё простреливается, и долго оставаться здесь нельзя. За удержание Бахмута Украине приходится платить огромную человеческую цену. Президент Украины Владимир Зеленский признал это накануне в Киеве, отмечая День пехоты Украины. Он отдал дань уважения военным за их храбрость и силу. «Наша героическая пехота является основой обороны на поле боя. А значит, именно вы – источник силы для всей нашей Украины, для всех, кто воюет за нашу страну». 6 мая между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. В результате Киев вернул 45 защитников Азовстали, а Москва – трёх военных лётчиков, бомбивших Харьковскую область весной 2022 года. В российских войсках очевидная разобщённость. Институт изучения войны пишет, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров хотят переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на российскую армию. Ранее Пригожин грозился отвезти своих наёмников от Бахмута, требуя предоставить ему боеприпасы. Сегодня он заявил, что ему, наконец, пообещали помочь. «Нам обещают дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий». В то же время Кадыров обвинил Пригожина в скандальности. Ходили слухи о том, что позиции ЧВК Вагнера будут переданы подразделениям батальона «Ахмат», но пока это не подтвердилось. «У нас есть силы заменить любого, у кого нервы не выдерживают. Мы готовы взять Бахмут и оставшуюся территорию, мы заберём с одним удовольствием». Тем временем украинское руководство объявило, что до начала контрнаступления ВСУ остались считанные недели или даже дни. При этом в Киеве предостерегли Запад от слишком высоких ожиданий от контрнаступления. Направление прорыва держится в секрете, но Запорожская и Херсонская области на юге Украины – одни из наиболее вероятных целей контрнаступления. 5 мая оккупационные власти Запорожской области заявили об эвакуации жителей 18 прифронтовых населённых пунктов. Прежде всего, по их словам, речь о людях, получивших российские паспорта. Вывозят жителей из Энергодара, где находится захваченная российскими войсками Запорожская атомная электростанция и где проживает большинство персонала станции. МАГАТЭ заявляет, что ситуация на Запорожской АЭС становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной. Присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ регулярно слышат обстрелы и обеспокоены ухудшением условий, в которых находятся сотрудники крупнейшей в Европе АЭС. Ранее в ожидании украинской атаки россияне разместили огневые точки на крыше самой Запорожской АЭС. Все шесть реакторов сейчас остановлены. По неподтверждённым данным, в Энергодаре, Токмаке и других запорожских городах заканчиваются бензин и продукты, не работают банкоматы, многие управления оккупационных властей закрыты, вывозятся документы, ценности и оборудование из больниц. На КПП Чунгар на дороге с Мелитополя в Крым многочасовая пробка. Ночью в Севастополе опять были слышны взрывы. Глава города заявил о подбитой атаке украинских дронов. А Минобороны РФ отчиталось, что за последние сутки на Чёрном море обнаружили и уничтожили 22 ударных беспилотника. Продолжение следует... Продолжение следует...